А как, на ваш взгляд, развивается потребительский спрос на французские продукты и французскую кухню в России? Немножечко как бы соприкасаемся с предыдущими вопросами. Я думаю, что, поскольку наша КП отчасти формирует отношения среди наших клиентов французской еди, а с другой стороны, оно, как мне кажется, отражает действительно ее состояние, то есть ту степень интимных взаимоотношений московской публики и французских продуктов в том числе, мне кажется, что в массе своей люди, прежде всего, знают и покупают французские едины, потому что это тоже столетняя традиция, расчет на качество, узнаваемые имена, типические бордовские бургундские бутылки, которые тоже человека знают и знает, чего от них ожидать. Это сыры, тоже, разумеется, выбор которых во французской настолько огромен, что волей-неволей в большом супермаркете в Москве как минимум треть, а то и половина сыров будет либо иметь французское происхождение, либо иметь французское имя. Потому что, если они сделаны в Германии по методам, там какой-нибудь камамбер тоже они режут, все равно это будет как бы с мальсентом. И какая-то бакалея тоже, другая там специя, молоко-сливки. То есть, в принципе, вот изменяется, есть ли изменения какие-нибудь, да, вот за там последние годы отношения к французской кухне россиян? Вот, когда они к вам приходят, да, что они ждут от вашей кухни? Ну, поскольку в Москве в течение 15-20 лет было очень существенное такое диктаторское, практически, положение итальянцев и японцев, и, естественно, поскольку огромное количество ресторанов с этой тематикой здесь функционировали, люди навязывали такие строгие, понятные пищевые модели. Конечно, люди первое время, когда к нам приходили, они ждали каких-то, наверное, чуть более итальянских, чуть более японских вещей, а мы, так сказать, решительным образом отказались от всех, так сказать, икиоков в сторону такого широкого массового вкуса и делали всё французское с употреблением ветчины, сливочного масла, да, то, что показало бы не модно, это совершенно ужасно, им, как бы, такая прогрессивная публика должна была быть непонятна, но оказалось, что прогрессивная публика за 20 лет настолько уже устала от всех этих псевдо-диетических каких-то манипуляций, которые такая новая японо-итальянская такая эклектичная кухня дает, то, что они с удовольствием едят все наши масляные соусы, бёб-бургиньон, так сказать, с ветчиной не жалуются. То есть очень много всего традиционного, да? И люди узнают, немножко, видимо, видят под другим. Потому что они понимают, что это больше похоже на еду, и даже те, кто всё время сидит на всевозможных диетах, время от времени могут себе позволить есть нормальное картофельное пюре, в котором есть сливочное масло и яйца, и всё, что, так сказать, должно быть. А потом вот это, может быть, это ещё относится говорить об этом, мне кажется, концепции slow food, да, которая, наверное, тоже, мне кажется, сейчас начинает более быть популярной всё-таки в России, да, если вот от всего этого fast, быстрого и даже, там, может быть, супердиетического, вот это вот то, что традиционно готовилось всегда очень долго во Франции, да, все эти блюда. Да, и у нас, так же, как у нас, но мы долго запрягаем, потому что технологичные люди, при этом человек, который приходит к нам, ну, садится за столик и получает тарелку, он, естественно, не видит всех тех, так сказать, невидимых усилий, которые приводят к тому, что в нём, в конце концов, оказалось вот это вот элегантное блюдо. В том-то и дело, да. Ведь, мне кажется, от французской кухни ещё ждут всегда немножко изысканности, элегантности, даже если это традиционная кухня, и вот, судя вот по тому, что вы подаёте, вы два этих, как бы, понятия достаточно успешно вживляете в жизнь. Брюш, сыр, луковый соус, маленькая галета, несколько капель выпаренных разных, так сказать, вот. Спасибо вам большое за ваше мнение. Попробуйте. Давайте, да, ещё попробуем. Вам не надо снять эту тарелку? Спасибо вам. Спасибо вам.